Справедливости ради, я должен заметить, что это было не совсем закрытие охоты на зайца. Это была просто последняя охота по пушному в уходящем 2020 году. Погодка в этот день была просто великолепная. Светило солнышко, а ночью был небольшой заморозок. И поэтому, когда мы зашли на первое поле, на похоту, идти по ней было очень даже комфортно и даже удалось поднять зайца. Но это было слишком далеко и добыча ушастого не попала на камеру. Мы бы все равно ничего не увидели. А вот на озимочке, на которой мы перешли практически без остановки после похоты, было намного веселее и интереснее. Один наш охотник, шедший на левом фланге, поднял одного за другим через некоторые промежутки времени сразу троих зайцев. Правда, ни одного из них он не взял, хотя и стрелял. Но двое из трех косых были все-таки добыты. Один на левом фланге, другой на правом. Но по понятным причинам, по техническим, этого я тоже показать не могу, к сожалению. К этому времени солнышко начало подниматься выше и начало подогревать под замерзшую за ночь землю. И уже в конце этой озимки стало понятно, что чем дальше, тем сложнее будет идти. В принципе, так оно и было. Мы прошли еще несколько полей, но на них ничего интересного, поэтому просто показывать их я не буду. Скажу, только чередовалась у нас и озимка, и лущевка, так называемая. То есть это поле, которое перепахали, а потом переборонили. Зайцев там не было, а грязь налипала знатно. И вот, поворачивая уже в сторону села, откуда мы начинали, то есть в обратный путь, мы решили зайти на одну походку. Шли мы поперек борозды. Надо сказать, к этому времени нас осталось от всего коллектива, который начинал охотиться, ну, меньше половины. Дело в том, что первая бригада уехала к себе кушать шурпу. Два человека из нашей бригады уехали к нам в село, к домику охотника, варить шурпу. Еще двое отправились по некоторым причинам домой, им было нужно. Ну и в итоге на эту пахоту нас зашло всего лишь человек пять или шесть. Еще два охотника шли справа. В силу возраста им уже было тяжело выполнять, как говорится, такие квесты. Ведь на этой пахоте наш родной украинский жирный чернозем великолепно налипал на ботинки или на собаки, независимо от того, что было на ногах у охотника. Возможно, здесь даже лежали зайцы. Ну, во-первых, расстояние между нами было такое, что косой мог даже не подымаясь просто пройти сквозь нас или мы могли пройти мимо него. А во-вторых, все наше внимание очень скоро было сосредоточено только на одном, как бы сделать следующий шаг и не упасть. Поэтому все-таки мы прошли где-то половину этого поля, а потом как-то дружно переглянулись и поняли, что ну его в баню. Развернулись и отправились вправо к нашим друзьям на посадочку. В посадке все тяжело дышали, глубоко затягивались сигаретами, пили чай и обсуждали, как бы пройти еще дальше. Решили взять азимочку, которая лежала в другой стороне посадки. Там тоже не было ничего интересного, а идти оказалось ненамного легче. Кое-как мы добрели до бетонки, сложили ружья и отправились в село, где нас уже ждала горячая шурпа, чай и, как говорится, радушия местных жителей, а вернее наших охотников. И вот наконец добрались мы до лагеря, достали свои миски, ложки и несказанно этому обрадовались. Ну, в принципе, что здесь еще комментировать? Смотрите сами, глотайте слюну. Так вот и закончился у нас сезон 2020 года, однако оставайтесь с каналом на привале, потому что у меня будет еще несколько роликов с 2020 года. Преимуществом это будет охота на пернатую с ныне покойным Курцхаром Арканом. Так что всем всего хорошего, до новых встреч. Не забывайте подписаться.